Всех вас приветствую, с вами снова Александр, и это обзор игрушек Вэлли, Автогранд и Технопарк. У меня появилось со временем очень много новинок, и хочу вам их показать. Мои подписчики спрашивают, где Пикарневские игры. Но моему каналу сегодня исполняется 5 лет. Ну, а точнее, выходит в мое первое видео 5 лет назад. Поэтому решил снять видео под первое видео. Не знаю, вы поняли, что я и сказал, но не важно. Начнем мы с моделек Вэлли. Первая у нас на очереди идет ВАЗ-2107, РАЛЛИ. Я уже снимал на своем канале обзор на ВАЗ-2107 от Вэлли, только гражданскую. А это ВАЗ-РАЛЛИ. В принципе, тут от кузова ничем она не отличается. Штопованные диски. Задние фонари. И самая главная изюминка. Ну, как самая главная изюминка. Буду одну рекой открывать, потому что у меня вообще рук нету. Ну, в плане я оно снимаю, а другое открываю. В любом случае, двери у нас здесь открываются. По классике только передние двери. Ну, хотя бы что-то. Второе у нас на обзоре ЛАДА-2108. Тоже от Вэлли. У этой модели есть еще конкуренты Технопарка. Упуток у Технопарка. Автогранда. И, в принципе, моделька выглядит, ну, так, приемливо. Эта, в основном, получается, длиннокрылая, получается. Ну, если я не прав, напишите в комментариях. Ну, вот, по радиатору, в принципе, вижу, что она длиннокрылая. Ну, в любом случае, а фары, какой-то очень широкий номерной знак, ну, под номерной знак. Написано ЛАДА-2108. В принципе, это классическая купеха. Ну, как классическая. Это уже, ну, это не классика. Как это называется, этот дизайн, напишите в комментариях. Так, двери открываются. Передние. И меня больше всего расстроило то, что Вэлли здесь не сделала дверные карты. Если бы Автогранд, ну, Автогранд, наверное, бы сделал хотя бы имитацию под дверные карты, это уже было бы лучше. А тут вообще ничего не сделано. А, да, самая главная изюминка. Кстати, задние фары сделаны не очень хорошо. Но не важно. Самая главная, самая главная изюминка. Открывается багажник. Да. Это что-то с чем-то. Багажники, это очень редкость, чтобы они открывались. Фокус будет. Фокуса нет. В любом случае, салон там есть. Торпеда есть. Все, короче, все, что нужно. Ну и последняя модель от Вэлли в этом обзоре. Газель. Ну или Газ 3110, по-моему. По-моему, она так называется. Пишите в комментариях. Ну, в общем-то, это у нас просто обычная рестайлинговая Газель. Я уже не понял, когда был рестайлинг у Газели сделан. Ну, в любом случае, это рестайлинговая версия Газели. Она в пассажирском исполнении. Салон там есть. Он довольно так хорошо сделан. На удивление. Хотя это не удивление, в принципе. Так, ладно. Тут у нас еще есть вот эта дверь, которую пассажир впускают. И также есть, ну, двери водителя. Ну, еще как делать че-то почники, впускать туда пассажиров. Она, соответственно, открывается. О, я даже одной рукой смог открыть. Дверные карты сделаны. Это уже хорошо. Торпеда довольно качественная. Мне она понравилась. Там даже есть вот эта фиговина. Куда это? Куда деньги складывают. В принципе, если... Ну, вот я уже сейчас фокус делал. И там видно, что что-то, ну, ту самую штуку, куда деньги складывают. Ну, в основном. А вот для чего она будет использована, не знаю. А задние фары вообще здесь никакие. И самое стрёмное, и самое ужасное в этой модели, как по мне, это диски. Пластиковые диски. Просто белым цветом. Это, ну... Ну, такое. Дальше мы переходим к линейке автогрант в этом обзоре. Теперь у нас в обзоре ГАЗ-21 Волга Милиция СССР. В принципе, я эту модель приобрел, потому что это Милиция СССР. Такая жёлтая, красивая. Так, прошу прощения, если вы вибрацию почувствовали. В любом случае, это у нас ГАЗ-21, Милиция СССР. Как говорится, у нас тут олень. И, кстати, мне эта модель очень сильно понравилась. Давайте начнём с дверей. Тут самый главный минус в чём. А двери вообще никак не прикручены. Я даже модель разбирал, хотел там подкрутить винты. Но они там уже на максимум были подключены. И поэтому, ну, сейчас вы увидите. Надо закрыть. Это было тут видно. О, видите? Видите, я тут делаю вот так, и дверь открывается. Ну, это, в принципе, это самый большой прессик в этой модели. А так, она выглядит шикарно. По боку у нас СССР. Ну, вот. Терпомолот, милиция. Мигалка сделана одной. Ну, в принципе. Следующая модель нас ВАЗ-2106. ВАЗ-2106. От Автогранда. Я уже снимал модели от Вэлли. Вот, кстати, она у нас сзади. В принципе, тут можно даже целое сравнение сделать этих моделей. Но мне больше всего понравилось. Ну, в принципе, не знаю, что мне понравилось больше всего. Потому что у каждой модели есть крупные изъяны. В принципе, вы можете заметить. Кстати, я моделям сделал номера. Какие-то, ну, сделал. Но у нас же обзор сейчас про Автогранд. А тут у нас сделаны такие более так реалистичные фары. Прыщик у Автогранда. Прыщик у Автогранда. Это диски, которые были не прокованы. Ну, и там не было дырочек в этих проемах. Но я эти дырочки сделал сам. Потому что, ну, это было невозможно было смотреть. Дырочек, открывается торпеда. Кстати, у меня вот, знаете, что меня больше всего удивило. Так и в Белевской модели, так и в Автограндовской. В чём прикол? Тут у нас сиденье Тольяттинский, а руль Ижевский. Это, знаю, звучит странно, но в любом случае. Дальше. Переходим к задней части автомобиля. И тут у нас тут будет небольшое сравнение. Если у Вэли было написано Жигули. То у Автограндской написано Лада 1600. И это, кстати... Это у нас, кстати, Лад 1600, это получается у нас ещё экспортная вариация автомобиля. Ну, поэтому мне понравилось всё-таки вылет. Кстати, вес я только сейчас заметил, у них разный. Ну, дальше у нас идёт... Я уже не понял, как это автомобиль называется. Ну, в комментариях там УАЗ какой-то там... Ну, что-то это буханка. На самом деле, мне эта модель понравилась очень хорошо. Потому что эта модель вроде бы... Вроде бы даже новинка у самого Автогранда. И вышла она, на самом деле, шикарной. Что мне в ней понравилось? Давайте я начнём с самого мелкого и начнём с самого большого. Давайте начнём с этого. Кстати, ну, с подвески. Подвеска всё-таки, она тут сделана шикарно. Хоть она не блестяще сделана, но имитация, то, что она высокая, это тут есть. Тут сзади даже не было никакого рамки под номерного знака, поэтому я приклеил его там, где я захотел. В принципе... Вот у нас такие двери. Кстати, вот у нас салон. Тут я, конечно, заснять нормально не смогу, потому что тут автомобиль слишком высокий, двери слишком узкие. И ещё, и самое главное, что мне понравилось, это штампованные диски. Это просто... Не знаешь, с чем описать. Сделаны они очень качественные. Ну, качественно они сделаны. Вы посмотрите на эти дырки. Они реально шикарнейшие. Прямо реально такое чувство, что они острые издалека. Ну, поворотников тут, соответственно, просто краской. И давайте расскажу вам об очень большом изъянах. Первый у нас радиатор. В принципе, радиатор, ну, как-то, ну... Избоку вы увидите, что он фигово вставлен. Ну, ну, там даже пресс-формы нет нормальной, ну... Нету, ну, вмятины, чтобы туда можно было её приделать. Так, сам бампер, я вижу, этот... Приделаем плохо. Ну, в общем-то. И самый большой изъян. Это двери. Они тут очень... Видите, что... Видите, как их красиво? Ну, это просто что-то с чем-то. Вот, или её закрыл. Ну, ещё небольшой изъян. Это... Не знаю, зачем так толсто покрасили... Эти вещи, благодаря которым... А, дверные петни. Вот, вспомнил, как они называются. На ходу прям вспоминаю, нормально. Ну, и следующий автомобиль у нас... Отечественные, опять же, таки. Лада Калина. В принципе, такая небольшая классика для начала нулевых. Мне этот автомобиль пенсии нравится. Знаете, там как-то необычно сделан. Я не знаю, почему. Ладно, двери открываются как-то широченно. Может, так оно и есть. Имитация дверных карт есть. Это уже хорошо. Если покрасить с чёрной краской, будет ещё лучше. Салон тоже сделан добротно. Диски, ну, не знаю. Тут ласковки, наверное, средние, но они выглядят хорошо. А, задние фары. Деланы, ну, они не идеальны, но хоть как-то. Тут даже какая-то... А, вот декали тут есть ещё. Они на камере вообще не видно. Например, вот тут написано Лада. Камера вообще не видит. Смотри, тут ещё вас. Вот, и сейчас сделаю фокус. Во, видно. О, и Лада тут тоже видно. Класс. Ну, и Калина, соответственно. Опять же-таки, здесь есть номера. Чем ещё самый главный минус? Как говорится, автогренд делает всё через одно место. А в плане того, что очень часто встречаются браки. В том числе, и был перец передний номерной знак. Там рамка была ужасная. Ну, и задние фары, в принципе. Ну, это у меня так. Возможно, у Лада было всё идеально. Ну, и последний автомобиль из автогранды в этом обзоре. Лада Веста. В принципе, современный автомобиль. Выглядит шикарно. Как по мне, она мне очень сильно понравилась. Двери. Открываются. Агнитация дверных карт есть. Номерной знак я видел. Вот. Тут у нас, эти... Декали Лада, Веста и что-то ещё. Что там написано? Л... Стоп. 1,8. В нижнем правом углу. Ну, в принципе, даже у меня фокус не хочет идти. Во, идёт. Ну, тут видно Лада, тут Веста и тут 1,8. И, кстати, на удивление, автогранд здесь сделал какие-нибудь какие-нибудь звуки. Да, звук, конечно, не такой себе, но хоть что-то. Мне уже это радует. Переходим у нас к линейке Технопарк. Первый у нас на очередь идёт паровоз. Фанаты паровой техники, я надеюсь, вы мне напишите, что это за паровоз такой. Мне подскажут, что это вообще какой-то иностранный паровоз. Он, конечно, маленький, поэтому сделан не так себе. А также тут ещё какой-то какой-никакой пассажирский вагон. Вагон-купе. А, ну да, это же, в 19 веке же были купе? Были. Ну, у меня реально такое чувство, что это паровоз вообще какой-то иностранный. Ой, это эпик фейл. Да, конечно, он такси по ковру едет, но... В принципе, не знаю, зачем мне этот паровоз вам, хотя, неважно. Следующий у нас на обзоре. F2S. Ну, а просто могу сказать Сапсан. Просто я назвал Сапсан, который я знаю, именно модельный. Может какие-то ещё есть, я вот очень уверен. Это у нас маленький Сапсан. А, в чём проблема-то? Проблема в том, что их даже никак соединять нельзя. Я не понимаю, зачем, кто будет с такой маленькой моделькой играть, которая даже соединять нельзя. В любом случае, как для маленькой модельки сделана она добротно. Сапсан, российские железные дороги. Как я сейчас есть у этого технопарка мода уже рекламу маскировать. А вот раньше не было, я когда купил эту модельку, а такого не было. А, да. Как же у меня не получилось сделать реалистичный звук. В любом случае. Следующая у нас моделька... Вагон Аминдоров. ЖД-шей. Там водит даже вагон какой-то сидячий. Сидячий. Я, конечно, не понимаю, почему именно в следующей вагоне именно Аминдоров. Но для маленького вагона у нас Дион, он достаточно добротный. Дальше у нас идёт ВАЗ-2106, милиция, СССР. В чём проблема? Хотя, чё я сразу с изъянов начинаю? Знаете, уже с плюсов будем начинать. Самое главное. Милиция, СССР. Тут даже есть кое-какие-то колпаки. Открывается багажник. Фигово, но открывается. Двери. В принципе, думаю, всё. Давайте начнёмся тогда с изъянов. Во-первых, я уже говорил, тут сидение Ижевский, руль Тольяттиц. Всё наоборот, в отличие от Вэлли и Автогранда. Бампер вообще никак не покрашенный. В принципе, думаю... А, вот ещё небольшой изъян. В СССР не было милиции именно ВАЗ-2106. Были ВАЗ-2101 копейка. А вот именно шахов не было. И самое главное. Ну, хотя, в принципе, можно принять? Смирить с тем можно, потому что... Я не знаю, как это описать. Но, в любом случае, тут есть звуки. Рочно прибыть по указанному адресу. Мама. Водите. Освободите дорогу. Примите вправо. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Вот такие звуки. Ничего особенного. Ну, дальше на очереди у нас... Ниссан Джукер 2.0. Я не знаю, что такое... И что я обозначаю, это именно Джукер. Но... Это Ниссан. Что самое главное... Ну, что... В принципе, это просто легковый автомобиль от технопарка. Ничего такого особенного. Прошу прощения за отражение камеры, потому что сейчас я нахожусь в таком себе положении. Двери у нас открываются. Дверные карты здесь есть, в отличие от Шахи. Дверные карты сделаны довольно добротно. Дальше у нас что? Багажник. И, в принципе, это обычный какой-то рейсерский автомобиль. Тут даже есть звуки. Вот такие звуки. Дальше у нас идёт ИАЗ-677М. Давайте сейчас плюсов закончим минусами. Ну, как обычно. Кстати, в чём проблема-то ещё? На упаковке данного автобуса было написано ЛЯЗ-677М. Хотя, это ЛЯЗ-677М. Ну, это можно делать по бамперам, по передним поворотникам, ну и задним фарам, соответственно. А что по окраске кузова? В принципе, 677М в такую окраску, в принципе, не раскрасивались. Ну, были. Ну, всё-таки были. Задняя часть шикарная. Ну, фары, конечно, не совсем. Для маленькой модели она, конечно, шикарная. Двери по классике технопарка почему-то прозрачные. Они открываются. Диски вообще не похожи на лязовские. Но диски, это есть диски. Двери, в принципе, закрываются вот такие вот в стандартном технопарке для механизма. Хотя уже у лекарства, которые вышел от технопарка, там уже механизм более-менее удобный, в отличие от этого. А, самое главное забыл. Тут что-то по окнам. Тут у нас, типа, есть имитация фоточек. И, если что, я скажу, это не брак. Так вообще на всех автобусах 677-х именно. Ну, блин, а камера эта плохо передаётся. Тут могу, что я расскажу, это не брак. И, кстати, есть ещё ляз-со-77 охры. Там просто автобус. Здесь почему-то сделали прям ляз-ляс. Следующая у нас модель. Эвакуационный трамвай. Тут у нас взяли, конечно же, по стандарту. Татар Т-3, Чехослованской, СЮ, наверное. Как обычно, ничего нового. Это у нас эвакуационный трамвай. Не могу я нормально это слово произнести, но вы, наверное, суть поняли. Что, в чём прикол этой модели? Сделана задняя часть в трамвае очень годно. Давайте придём сюда. Дверь. Не знаю, зачем она нужна. Хотя, в принципе, логично. Туда может попасть какая-нибудь бригада в салон. Или, этот, вагоновожатая. Или вожатый. Ну, как везёт. Даже в комплекте идёт какая-нибудь машинка. В моём случае, буханка. Какая буханка? УАЗ аварийной службы. Но я купил эту модель давно, и сейчас уже комплектация машинок уже другая. Подъёмный кран. Даже он как-то в воздухе висит. Я сейчас, если вам скажу, я сейчас её не держу. Есть и такая вот штука, которая её держит. Ну, она, в принципе, ну, не знаю. Вот такой вот трамвай. Ну, и последний у нас по традиции. Ну, как традиции. Я уже этот вагометр показывал уже везде. Во всяких разных обзорах. Но. Это. Это у нас номерной, в принципе, как обычно, красная стрела. В общем, с плюсов. Раскраска сделана очень хорошо. Красная стрела написана. Нормально. Дверь открывается. И самый главный изъян. Ну, 75 лет. Это не важно. Уже давно таких нету. Эээ. У нас цифры на кузове, а не на двери. И это уже выглядит, что модель делает какой-то дешёвый. Ну, окон сзади нет. Соответственно, мне попался тут брак. Эээ. В принципе, вагон такой интересный. Давайте начнём с изъянов. Эээ. Передняя маска. Эээ. У нас 2-2-2. Хоть красная стрела, 1-4-1-5-М. А тут у нас либо базовая модификация, либо просто 5. Эээ. В принципе, крыша сделана та же покрашена сиеным цветом, как должно быть. Мне понравилось. Эээ. Но. Ээээ. Эээ... Ээ.